МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, наша ноябрьская игра будет немножко экспериментальной. Я слышал среди журналистов бытового пари. Вот я сейчас пройдусь по этой улице, зайду в магазин, партняжную мастерскую и так далее, и так далее. И под каждой вывески я принесу по статье. Мы решили сделать практически так. Наугад выбрали учебное заведение города Гомеля. Наугад в него пришли и спросили, девочка или мальчик, хочешь сниматься на ТВ? Естественно, нам сказали да. Учебным заведением совершенно случайно оказался Гомельский государственный областной лицей. Ну, а его воспитанника вы видите перед собой. Эрудит пятерка, областной лицей, играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, игра экспериментальная, игра интересная. Я могу поклясться, что никто из присутствующих здесь ни разу не стоял в этой студии, ни разу не отвечал на вопросы, ну и вообще в этом смысле сохраняет совершенно девственный вид. Итак, начнем мы, как обычно, с блеф игры. И я обращаюсь к капитану синей команды, которая на синей студии, Олег Холубка. Олег, кто у вас готов отвечать мне да или нет? Я считаю, что с этим заданием лучше всего справится Карина. Карина, Карина, готовьтесь, внимание. Дима Яшин, капитан красных. Красная поиня студии и команда в большинстве в красном, ну, по крайней мере, двое. Дима, кто у вас готов соглашаться или не соглашаться? Порой я не понимаю, говорит Женя серьезно или нет. Поэтому она пойдет на блеф игру. Отлично. Итак, Карина против Жени, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Самая простая игра. Нужно нажать на кнопку и ответить мне да или нет. Но, внимание, у нас не дремлет электронный судья и волшебное слово старт. Как только оно звучит, мы запускаем систему и можно нажать на кнопку чуть раньше. Все, вы проиграли. Это фальстарт. Итак, внимание, начинаем блеф игру. Тема чисто женская. Ну, две великолепные девушки у нас присутствуют. Начнем. Верите ли вы, что для привлечения любви своеверным женщинам рекомендуют носить с собой магнит? Да или нет? Старт. Евгения? Я считаю, что это правильно. Это правильно. И это правильно, да. Есть такая примета. Хотите любви – носите с собой магнит. Играем. Верите ли вы, что форма колокола повторяет форму женской юбки? Время. Старт. Прошу. Вполне возможно. Вполне. Я считаю, что это верно. Да это верно. Кстати, собственно, корпус колокола так и называется. Юбка колокола. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Верите ли вы, что бальзаковский возраст для женщины – это 30 лет? Старт. Евгения снова выигрывает. Я думаю, это неверно. Дело в том, что выражение «бальзаковский возраст» появилось после выхода в свет романа «Онуре де Бальзака» под названием «30-летняя женщина». Итак, играем. Верите ли вы, что монашек называют божьими невестами? Старт. И снова Евгения. Да, я согласна с этим. Да, это божьи невесты. Такое у них есть эвфемистическое наименование. Играем. Верите ли вы, что у греков Ника была богиней победы? Старт. Успела. Нет, я не верю. Не верите? А кто у них богиней победы был? Не знаю. Виктория. Виктория – это у Римлян. А у греков именно Ника. Ника 15-0. И с этим счетом мы начинаем нашу основную дель-игру. Вперед играем! Дель-играем. Про разную домашнюю утварь и технику. Второй бой – чудо-дерево. Третий бой. Третий бой. Физкульт-минутка. Спортивная тема. Четвертый бой. Раскраски. И пятый бой. Книжка со сказками. Сказочные темы. У вас есть несколько секунд буквально, чтобы решить, кто какую тему на себе готов. Взять! Вперед! Олег, ну что ж, кто у вас готов посрамить любого детсадовца? В общем, так уж вышло, что нашу команду снова придется спасать Карине. Поэтому поучаствует опять она. Кого отправляете в бой вы? Она же команда предпринимает контрудары. Снова отправляет Евгению. Потому что Евгения прекрасно справляется с домашним хозяйством. Я надеюсь, что с домашними загадками она справится не хуже. Ну хорошо. Карина против Жени. Вперед! Я напоминаю, я напоминаю, что у нас больше двух раз к стойке не выходят. И Кариночка, Женечка, это ваш последний на сегодня выход. Или, как говорят космонавты и летчики, крайний. Хотя это с силологической точки зрения не совсем правильно. Начнем. Домашние загадки. Не забывайте про волшебное слово «Старт». Кто на кнопочку нажал, в миг на вечность задержал? Старт. Что это такое? Женя, рассуждайте. На кнопку нажимают соседи, когда застучатся или хотят попасть в квартиру. Карина, итак, на кнопочку нажал, на вечность задержал. Что это такое? Скорее всего, это будет фотоаппарат. Это правильный ответ. Браво! Первые пять очков принесли своей команде. Размочили щетку, говорят спортивные комментаторы. Продолжим. Есть у нас в квартире робот. У него огромный хобот. Старт. Карина. Это пылесос. Правильно. Хотя я очень неуверенно поставил эту загадку в пакет, потому что, собственно, какие хобота у современных роботов-пылесосов. Очень трудно. Играем. Женя, не поддавайтесь. Играем. Плывет пароход и взад, и вперед. А за ним такая гладь, ни морщинки не видать старт. Карина снова выигрывает кнопку. Я думаю, что это утюг. Это утюг. Отлично. И Карина сравняла счет. Вот видите, как хорошо, когда ведущий болеет за кого-то. Теперь я болею за Женю. Играем. Вот самый сложный вопрос. Детсадовцы на тестирование ни один не ответил. На железной клумбе цветы голубые. Да? Представьтесь, ходите в помещение, там на железной клумбе голубые цветы. Ну, почти как алюминиевые огурцы на брезентовом поле. На железной клумбе цветы голубые нам помогут приготовить кушанья любые. Это газовая плита. Играем. Он на шкаф похож. Снаружи, но внутри такая стужа. И Евгения, прошу. Это холодильник. Это холодильник. Это правильный ответ. Ну что ж, вы посрамили всех детсадовцев гениальными ответами на эти простые вопросы. И счет у нас 20-15. Карина сыграла хорошо, но Евгения успела в последнюю секунду протолкнуть своих вперед. Женя, теперь вы можете расслабиться совершенно спокойно и дожидаться конца игры. Вы сделали для них все, что могли. Играем. Чудо-дерево, второй бой, древесная тема. Кто берет топор и бензопилу, Олег? С деревьями наша команда не знакома, конечно, но... Совсем. Мне кажется, что чудом в нашей команде является Влада, поэтому пойдет она. Хорошо, Влада, хорошо, готовьтесь. Дима, здравосек, лесоруб. Из обсуждения команды я сразу понял, что совсем-совсем не обладает лесническими способностями Рената. Именно поэтому она и пойдет на эту... Хорошо, Влада против Ренаты, вперед! Прекрасно. Чудо-дерево. Народная примета. Если она усыпана гроздьями красных ягод, зима будет суровой. Старк. Влада? Это рябина. Это рябина, это правильный ответ, хорошо. В африканской мифологии он символ жизни и хранитель земли. Старк. Баба. Баба, да, это баба, вы правы. Посмотрел на меня так, будто я сам тут хранитель земли. Играем. Первые руны писались на дощечках из этого дерева. Может быть, отсюда в английском языке и произошло слово книга. Старк. Дерево. Рената. Береза. Береза. Английское слово береза, это неправильный ответ. Влада. Папирус. Папирус. Да. Так, Рената, вопрос на засыпку. Как будет по-английски книга? Бук. Вот вы дали правильный ответ. Дерево, бук, вот и все. Если с ним, если с ним, с этим деревом, сравнить с современного человека, он обидится. Напрасно вот у друидов, например, или у древних славян, он был священным. Народная. Рената. Асина? Асина. Ну почему? Милая осинка, очень красивая, вы же не обижаетесь. Влада, сравните меня с деревом. Дуб такой же мудрый. Ой, спасибо, милая. Хорошо. Это правильный ответ. И заканчиваем тему. Самый сложный вопрос. Старая русская загадка. Стоит дерево цветом зелена, в нем четыре угодья, больным здоровье, а тьмы свет, дряхлых пеленанье, людям колодец. Что же за дерево такое? Береза. А почему? Осмелюсь предположить. А хорошо, осмелюсь предположить. Так, больным здоровье, это что? Ну что ж. Так, зачем? Людям колодец, это что? Колодец. В чем колодец-то? Жидкость какая-то плечется. Вода. Вода. А из березы что? Сок. Сок березы, прекрасно. Рината, из-за вашего героического подвига с березой и блестящего восстанования ваша команда выходит вперед. 30-25, вы впереди. Следующий бой, играем. Тема спортивная. У нас Олег, спортсмен есть? Я узнал, что когда-то давно Маргарита занималась спортом очень активно и подумала, что было бы прекрасно ей сыграть на этой теме. А я вот знаю, что тестостерон улучшает мускулатуру. Я надеюсь, что в моем теле он развил еще и способности к запоминанию различных терминов из этой темы физическая культура. Тяжело. Да, тестостерон, конечно, влияет на мозг, но, насколько мне известно, немножко не на те отделы. Ну, посмотрим. Итак, Маргарита против... Димы, вперед! Физкультминутка, спортивная наша тема. Она бывает спортивная, а бывает и художественная. Старт. Дима? Возможно, это художественная гимнастика. Как и спортивная, браво, плюс 5 очков. Маргарита, внимание. В соревнованиях по этому водному виду спорта участвуют только женщины. Старт. Синхронное плавание. Прекрасно. Хотя сейчас поговаривают, что вот будет и одиночное плавание, и мужское синхронное плавание. Это не столь красиво, я думаю. Играем. Швабра и камень весом 20 килограммов. Инвентарь этого вида спорта. Старт. Дима? Это керлинг. А в чем суть? Суть, что один человек толкает снаряд, а вся остальная команда должна сделать все, чтобы этот снаряд попал в нужное место. С помощью швабры. Ну и не только. Хорошо. Прекрасный ответ. Продолжаем. Соболенко, Соснович и Азаренко в первой сотне этого рейтинга. Старт. Что за рейтинг? Дима? Если я не ошибаюсь, это Атлетика. Атлетика, понятно. Азаренко, Соснович и Соболенко. Ошибаюсь. Маргарита, у вас есть шанс. Итак, что же за рейтинг такой? Ну, возможно, это какой-то армрестлинг. Ага, армрестлинг. То есть я представляю, хрупкая Соснович Александра или Виктория Азаренко выходят и начинают. На самом деле это великолепные белорусские теннисистки. Рейтинг WTA. Это теннисный рейтинг. Они в первой сотне. И вот теперь вы это знаете. Играем. Если верить старой песне, песне еще советских времен, в эту игру играют настоящие мужчины. Старт. Возможно, это футбол. Футбол играют настоящие мужчины. Дима, у вас есть шанс? Ну, вот если я настоящий мужчина. Не знаю, не знаю. Вот я тоже не знаю. То настоящие мужчины будут играть в баскетбол. Понятно. Трус не играет в хоккей. Ну и Трус не играет в орудии пятерки. Потому что и Маргарита, и Дима дали отважные совершенно ответы на вопросы, которые им были совершенно неизвестны. И счет 30-40. Дима начинает тихонечко уводить свою команду в отрыв. Маргарита, вы сделали все, что могли. Мы играем следующий бой. Вперед! Четвертый бой раскраски. Цветная тема. Мы с командой подумали и решили, что такой же яркой личностью у нас является Саша. Да, тем более в такой яркой кофточке. Прекрасно. Кто у вас недальтоник, Дима? У нас недальтоник тот, кто не обладает никакими способностями к изобразительному искусству, а конкретно Александра из нашей команды. То есть Саша против Саши, да? Против Александра. Ага, Саша против Александры. Вперед! Так, хорошо. Волшебник Гэндальф, поэт Андрей и бандит Саша. Все они такие, старые. Возможно, цвет серый. Серый. Гэндальф серый, поэт Андрей серый и бандит Саша серый. Нет, не знаю я такого бандита и такого поэта. Саша. Зеленый. Зеленый. Понятно. И все они белые. Играем. Птица такого цвета, птица счастья, это не выдумка Мориса Мэттерлинга. Она в самом деле обитает в Южной Азии. Цвет. Старт. Прошу. Оранжевая. Оранжевая. Понятно. Саша. Синий. Синий. Именно Морис Мэттерлинг написал пьесу «Синяя птица». И она считается символом счастья. Браво. Этого цвета и капитан звездолета из мультфильма «Тайна третьей планеты» и абсолютно любой активист-эколог. Старт. Зеленый. Зеленый, конечно. Продолжаем. В песнях из мультфильма про Чебурашку и его друзей целых два транспортных средства такого цвета. Саша. Голубой. А, например, какие там транспортные средства? Вагон. А еще? Не помню. Не помню. Может быть, Александра помнит? Небосвод. Небосвод. Транспортное средство. Ну, в чем прилетит волшебник? Вертолет. В вертолет. Да, в голубом вертолете. Конечно, он, тем не менее, я не спрашивал конкретно, какие транспортные средства. А Саша дал совершенно правильный ответ. И заканчиваем. Эта гуманитарная организация получила аж три Нобелевские премии мира. Что же за организация, основанная в 19 веке Анри Дюнаном, которая помогает раненым, военнопленных? Прошу. Красный крест. Красный крест, да. Международный комитет Красного креста. И на этом кончились наши раскраски. Перевернули мы последнюю страницу нашей книжечки. Саша, а ведь вы сделали замечательное дело. Ваши впереди. 50-40. Следующий бой. Олег, тема у нас книжка со сказками. Есть ли в вашей команде человек, который может для классного руководителя или для учителя, прогуляв несколько дней, сочинить любую сказку? Этот человек есть, и это я. Прекрасно, Олег. Дима, кто у вас остался? В нашей команде вытует такое мнение, что сказки – это атрибут детства. Ну и Анна захотела погрузиться в эти сладкие минутки. Позволим ей это сделать. Прекрасно. Итак, Олег против ванны. Погружайтесь. Вперед! Итак, начнем. Ее историю можно смело помещать в учебник ОБЖ, как пример неправильного поведения с незнакомцами. Старт. Вот, прошу вас. Красная шапочка. Красная шапочка. А что она неправильно вела по себе? Ну, с незнакомцами нельзя разговаривать. А с незнакомцами волками можно? Тем более. Тем более. Конечно. Прекрасно. Играем. А вот на его примере дети могут убедиться, что прогуливать уроки и торговать учебниками все это к добру не приведет. А вот это был фальстарт. И я рыдаю вместе с вами. И у Олега есть шанс дать блестящий ответ. Я считаю, что это был Буратино. Это был Буратино, конечно. Прогулял уроки, продал азбуку. Играем. Этот человечек придумал гениальные рифмы к слову пакля. Стар. Это Дениска из рассказов Виктора Драгунского. Понятно. Дениска придумал рифмы к слову пакля. Не согласен. Олег. Я без понятия. Я без понятия. А я даже могу сказать, какую он придумал рифму к слову пакля. Во-первых, жмакля и рвакля. И когда спросили, что такое рвак, они сказали, когда что-то рвут. Гениально. Почти Маяковский. Это был Незнайка. Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам Балалайка. Небольшого друга этого мужчины звали Сванте Свантоссон. Стар. Мужчина. И в нем маленький друг. Сванте Свантоссон. Ничего плохого. Все в пределах законного поля. Если маленький мальчик, как его зовут? Прошу. Это был мальчик с пальчик. Мальчик с пальчик. То есть, понятно, Свантоссон, это мальчик с пальчик. Анечка. Это хоббит. Это хоббит. В земле была дырка, и в ней жил Свантоссон. Малыш. А у малыша был друг кто? Карлсон. Карлсон, конечно. Это правильный ответ. Вот так оно и бывает. Этому сказочнику, по его словам, пришлось поработать спасателем, вытаскивая из болота животное вида хипопотамус амфибиус. Что же за сказочник такой? Старт. Телефонируем. Доктор Айболит. Доктор Айболит. Понятно. Он не сказочник, он был профессионал. Он лечил бегемотиков, у которых болели животики. Олег, может вы знаете? Я все еще без понятия. Кто написал, у меня зазвонил телефон? Я могу предположить, что это Корней Чуковский. И это правильный ответ. Чуть-чуть бы раньше вы его дали, заработали бы свои законные пять очей. 55-45. Вот изменилось уже соотношение сил в нашей игре, и уже команда Олега лидирует. А у нас, ой, кончились бои дуэли игры, у нас тест-игра, наше скоростное централизованное тестирование. Тест-игра, вперед! Рекламная пауза. Все о рекламе. Будущий креативщик. Так уж вышло, что у нас опять повтор, и придется мне снова побывать у кнопки. Великолепно. Дима. Самое время взять паузу. Поэтому отправлюсь я. Капитанский бой, вперед! Капитанский бой, вперед! Внимание! Вопрос, три варианта ответа и волшебное слово «старт». Только тогда можно жать. Внимание! Наверное, видели людей, которые носят на себе спереди рекламный щит и сзади рекламный щит. В больших городах такие попадаются. Так вот, таких людей, которые таскают на себе рекламные щиты и за деньги, называют. А. Стейками. Б. Хот-догами. С. Сэндвичами. Старт. Дима? Я считаю, что ответ Б. Хот-догами. Хот-догами. То есть он... А почему? А потому что они горячие. Им все время нужно согреваться. Особенно, если это Россия. Вот дальше не надо. Как в России согреваются, мы все прекрасно знаем. Спасибо, Дима. Не нужно уточнять. Олег, ваш вариант. Я считаю, что это сэндвич, потому что хот-дог уже был назван. Так, а вот еще у нас остался стейк. Ну, это как-то совсем мимо. Понятно. А что такое сэндвич, грубо говоря? Ну, вы берете хлеб. Так. Кладете на хлеб что-либо. Хот-дог. И сверху еще один хлеб. Ну, вот так-так. И сэндвич. Один рекламный щит, другой рекламный щит, а между ними человек. Прекрасно. Десятку вы не заработали, но пять очков на подборе взяли. Проложаем. В Швейцарии показывают зубную щетку одновременно с рекламой. А. Сыро. Б. Часов. Ц. Шоколада. Старт. Дима. Я считаю, что Швейцария славится шоколадом особенно, когда идет речь о рекламе зубной щетки. Великолепный ответ. Развернутый, красивый. Был бы четвертый вариант, я бы еще, дай, банки приплел. Проложаем. Была такая реклама изображения Христа в терновом венце. Так вот, это была реклама. А. Парикмальской. Б. Головных уборов. Ц. Лекарство от мигрени. Старт. Хорошо. Я считаю, что это была реклама лекарства от мигрени. От головной боли. Да, терновый венец символ этой боли. И лекарство от нее. Летающая тарелка, которая затягивает в себя корову, была на креативной рекламе. А. Сковородок. Б. Мясорубок. Ц. Пылесосов. Старт. И вот тут Олег обыграл Дима на кнопке. Прошу. Мне кажется, это последний вариант ответа, а именно реклама пылесосов. Ну, конечно, как еще? Нощный пылесос втягивает в себя целую корову. Браво, 10 очков. И заканчиваем. Реклама элитного автомобиля Рульс Рульс в свое время утверждала, что самым громким звуком в салоне при движении этого авто является... А. Тиканье часов. Б. Скрип кожаных сидений. И С. Дыхание водителя. Старт. Прошу вас, Олег. Мне кажется, это вариант А. Тиканье часов. Вы правы. Восемьдесят шестьдесят пять. Как Дима не старался. Сумел разрывчик всего на пять очков сократить, но дело еще не к вечеру. У нас еще целых две игры. Слайд-игра и риск-игра. А слайд-игра по народным приметам наших игроков. Это самая дорогая игра скипятнадцать очков за правильный ответ. Итак, внимание. Слайд-игра. Вперед. Итак, кто у вас умеет читать картинки, Олег? Мы решили не разделять красочные темы и Сашу, поэтому пустим ее тоже на картинке. Отведите Александру, небось? А мы решили ничего нового не придумывать. Колесо не изобретать, поэтому тоже пустим Александру. Итак, Саша против Александры. Вперед. Итак, внимание. У нас необычная азбука сегодняшняя. Женская логика. Две Александры. Мы начинаем ее наоборот. С буквы Я. Поехали. Буква Я. Пять секунд. Древний Рим. Вспомнили. Я все понял без слов. На букву Я. Нет, не скажу. Не скажу. Был такой у римлян двуликий бог. Янус. Вот два лица. Это Янус. Теперь вы это знаете. Александра, играем с вами. Буква Ю. Увы, Александра, Саша, может вы внимательность проявите? Юбка. Эта часть колокола называется Юбка. Вы правы, мы об этом говорили в самом начале. Десять очков на подборе. Браво, Саша, играем с вами. Эму. А кто это? Страус. А где он живет? В Австралии, наверное. В общем-то, да. Там он и живет. 15 очков, тем не менее. Александра. Тащи. Да? А из чего они готовятся? Капуста. И все? И все. И правильно. А картошку, мясо можно не класть, капусты побольше, воды побольше и вот такие щи. Прекрасно. 15 очков. Саша. Не говорите, что это шахматы. Вот это одна из позиций шахматных. Шах. Шах. Шах, шаром. Это правильно. Куда эта пешечка делает шах белому королю. Прекрасно. Александр, догоняйся. Буква С. Это циклоп. Да? А что это такое? Такое чудище. А как его опознать, собственно? Ну, у него один глаз, собственно. То есть, если у меня будет один глаз, то, в общем-то, да. Да. Я буду чудище. Прекрасно. 15 очков. Саша, играем. Хижина. Хижина. Нет. Тут все тоньше. Александра, подумайте, как назвать это строение. Хибара. Хибара. Так, с вами поговорим, Александра. Так, где она находится? Ну, на обрыве каком-то. Ну, а еще, как можно сказать. На склоне. Это хата с краю. Вот такие, такие они бывают. Так, Александра. Ну, как сооружение в море. Можно обозвать одним словом. Не, никогда не видели. И передачу не смотрели про него. Три, две. Саша. Форт. Форт, конкретно, вот это что-то такое. И он по телевизору его показывает. Форт Боярд. Форт Боярд, конечно. Это форт, фортификационное сооружение, крепостное сооружение в море, прикрывающее подступы к берегу. Браво, 10 очков. Браво. Че Гевара. Эрнесто Че Гевара, конечно. Александр, давайте с вами, последний слайд. Ну? Узел. Узел. И еще. И еще. Узелок. Узелок, да. Узелок завяжется. Узелок развяжется. Вот в таких узелках на палках носили свои имущества. В том числе афроамериканские негры. А у нас риск-игра. Самая сложная, самая ответственная, самая решающая. 145-110. Риск-игра. Вперед. Итак, областной лицей против областного лицея. Команда Олега против команды Дмитрия. Все новички в нашей эруди-пятерке. Это я говорю так долго для того, чтобы и Олег, и Дима успели решить на главную, на самую решительную, самую сложную, самоответственную игру. Кого поставить к стойке. Олег, кто это? На самом деле все давно решено. И на самый сложный конкурс мы решили отправить самого ответственного и сильного специалиста. И таким является Влада. Специалист из нашей команды, который сделает непредсказуемый финал. Это Анна. Итак, Влада против Анны. Вперед. Риск-игра. Риск-игра. Влада против Анны. Домашние загадки. В этом маленьком предмете поселился теплый ветер. Старт. Девушки. В маленьком предмете. Это фен. Это фен. Да, плюс 20 очков. Играем. Чудо-дерево. Цветение этого дерева. Праздник для всей Японии. Старт. Раньше была Влада. Это Сакура. Это Сакура. Японская вишня. Великолепно. Играем дальше. Искульп-минутка. Она бывает не только художественная, не только спортивная. А какая же она еще бывает старт. Так, хорошо обращаюсь к Владе. Влада, вы встаете утром. Чем вы занимаетесь? Делаю утреннюю зарядку. Она же гимнастика. Да, это правильный ответ. Но я думаю, что вы немножко лукавите. Вы пьете кофе. И идете в лицей. Играем. Раскраски. Но если уже переводить имена автора и главного героя, будет так. В феерии Александра Зеленого Артур Серый поднял паруса. А какого цвета он поднял паруса? Старт. Это Алый парус, Александр Грин. Грин, а Артур Грей. Великолепно. Последний решающий вопрос. Книжка со сказками. Вовка в тридевятом царстве в мультфильме попал на слет по обмену премудростями. Общее имя участниц слета назовите Старт. Да. Василиса. Почему? Премудрая. Какая Василиса? Влада Премудрая. АПЛОДИСМЕНТЫ Три блестящих правильных ответа Влада. Один великолепный ответ про Александра Грина и Алые паруса. Это у нас Анна. Ну, перевес был в сторону синих. Влада. И команда Олега. Ну, а я напомню, что это ведь не просто игра. Мы не просто отвечаем на вопросы перед камерами. Мы еще и смотрим пятерку. Ну, раз мы смотрим пятерку, мы получаем десятки. Играем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok